Приветствую вас, Елена. Мне кажется, что проблематика здесь заключается в следующем. Самая деструктивная модель, которую вы сейчас продвигаете, даже сейчас в вопросе, которые вы задаете, это модель такая, что вы пытаетесь переложить ответственность на нас. То есть вы хотите, чтобы мы подсказали вам, как вам действовать. Но на самом деле, я думаю, что если двигаться по такому пути, по такой модели, то вы всегда будете инвестироваться в чем-то одобрении, в чем-то совете и в чьей-то помощи. Задача уже психолога заключается в том, чтобы помочь вам обходиться без, собственно, кого-то и самостоятельно принимать решение. Да, то есть как-то вот, ну, грубо говоря, за... Слово это техническое у меня вылетело сейчас из головы, я его не вспомню. Это, наверное, я скажу неправильно, закоротить на себе. То есть наша задача как бы замкнуть, вот слово замкнуть. Замкнуть вас на самой себе. Что это значит? Замкнуть вас на самой себе. В первую очередь это означает, чтобы вы самостоятельно принимали решение. Сейчас вы в растерянности, вы не знаете, вы... То ли вы хотите налаживать, то ли вы хотите разводиться. О чем это говорит? Это говорит в первую очередь о том, что... С равной долей вероятности вы готовы как уйти от человека, оставить его, значит, в своем прошлом и двигаться дальше. Вот. Самостоятельно, без него уже. Или продолжать, как бы, находиться в этих отношениях, которые вас не устраивают, без какой-либо надежды на то, что, словно говоря, что-то может измениться. И вам нужно подумать, что отвлекается вам больше. Потому что, если вы выбираете, если вам больше отвлекается развестись, то есть вы понимаете, что вы выросли из такого рода отношений, то это одно. Вам понадобится помощь для того, чтобы пережить вот эту вот историю. Вам понадобится помощь для того, чтобы перености свою травму, прожить ее, прострадать, возможно, но двигаться дальше. Если же вы решите налаживать отношения, то вам необходимо менять свое поведение, менять свою модель поведения. И разбираться в себе. Потому что то, что происходит, возможно, не только благодаря тому, что делает ваш муж. Потому что у него свои трудности. Но и потому, что это позволяет отвлекать вы. Теперь давайте немного подробнее поговорим о сути того, что вы написали в своем сообщении. Вы пишете с некоторыми ошибками, поэтому кое-какие связи не совсем понятны. Но, к сожалению, это несколько мест является достаточно критическим для понимания ситуации. Вот, и я надеюсь сейчас, если я все правильно понял, сейчас я смогу вам продемонстрировать один из таких моментов. Итак, вы пишите. Просто иногда не понимаю, почему ссоры, а потом молчанки с мужем несколько дней. Либо здесь неправильно вы немножечко написали, по смыслу исказили то, что хотели написать. Или. 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 Вы не отдаете себе отсчет в том, что вносите вклад в развитие конфликта. В развитие ссоры. Потому что без вас, без вашего участия конфликта бы не было. Без вашего вклада в ссору ее бы не было. Но она есть. И естественно, что ссора, в данном случае ваш вклад состоит из каких-то действий. Из прямых действий, из косвенных действий. Ну, прямое действие там определенный поступок, да. Это определенные слова, направленные непосредственно на вашего мужа. Или непосредственно на то, что является продолжением вашего мужа. То есть прямо его вещи, его там, все это ему принадлежит. Вот. Косвенно это провокация. И вот эти действия ваши, а, является результатом того, что вы не привыкли. Вы не отдаете себе отчет, вы не осознаете, что вам не движет. Когда вы ссоритесь. Задача психолога, наша задача, моя задача, помочь вам это осознавать. И научиться обращаться с этим. Я приведу самый простой, банальный пример, который, надеюсь, позволит вам несколько лучше понять то, о чем я говорю. Ссора не бывает на ровном месте. Тем более, систематические ссоры не бывают на ровном месте. У ссоры всегда есть ядро. Это неразрешенный конфликт, который тлеет и который периодически прорывается до того, что он тлеет и никак не может быть окончательно потучен, завершен, прожит и так далее. Но я проведу лишь очень частную, локальную ситуацию. Муж, ваш муж, о чем-то задумался. И задумавшись, он начинает искать, чтобы ему потеплее одеть. Ну, понятно, что я проведу такой пример в контексте того, что в России сейчас, по крайней мере, в средней полосе, в центральной части России, сейчас осень, в самом разгаре осени, хоть и днем достаточно тепло. Вечером и ночью достаточно прохладно. Ваш муж ищет, чтобы ему потеплее одеть. И как бы в своих поисках, в своих поисках, человек случайно задевает, условно говоря, случайно задевает, ну, скажем, что это в вашей одежде. Роняя ее. Вам неприятно. Вам обидно. Вам болезненно. Это нормально. Что вам неприятно. Что вам обидно. Что вам болезненно. Что вы испытываете какой-то негатив от этого. Ну, потому что это ваши вещи и, соответственно, естественно, вам неприятно. что, ну, что с ними, вот, ну, с вещами, да, так обращаться. Вот. То есть это… Нормально. Вполне. Но вы… Вы сдерживаете себя. Вы сдерживаете себя и ничего не говорите мужу. Это то, что на бытовом языке принято называть проглотить обиду. То, что на психологическом языке, означает проглатывать обиду, вы проглатываете обиду, вы ее не выражаете. А дальше, только вопрос времени, когда вы взорветесь под какой-то ситуацией. Вам, условно говоря, муж забыл какую-то вашу просьбу, как вам показалось, как-то отреагировал, я не знаю, может быть, излишне грубо или излишне агрессивно, или как-то еще. Вот. Ну, на самом деле, это не столь важно. Мне кажется, это не столь важно, мне кажется. Ладно, немножко другое. Важно, что негатив, побавленный, не побавленный негатив, который вас остался. Ну, никуда не делся. Он с вами. Он не ушел. Он остался. Но вы его правили. Все взорвало. И, как бы, с одной стороны, вам действительно обидно. Вам, наверное, не нужно сдерживать, именно сдерживать свои чувства. То есть, если вы, условно говоря, чувствуете, что вам больно, если вы чувствуете, что вам неприятно, то, конечно, это сдерживать не нужно. Но, с другой стороны, вы сдержали, сдержались по сути и так. Когда изначально не выразили своему мужу то, что вам неприятно. И, получается, такой круговорот, к сожалению. Получается, такой круговорот негатива, к сожалению, к сожалению. И, вот, это то, о чем я хочу сказать. Что вот этот изначальный, или, ну, как можно еще его назвать, первичный негатив, с которым вы сталкиваетесь, его нужно научиться вам выращать. И вы должны научиться, вам нужно научиться обращаться с ним, чтобы это вас не, ну, не давило. Не вводило вас в, ну, я бы сказал, вот, в такое негативное состояние. Вот. А это происходит на данный момент, ну, пока что это происходит. Это первое, на что вам нужно обратить свое внимание. Первый момент, первый нюанс, на который вам нужно обратить свое внимание. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание. То, что ваша обстановка вопроса, она обстановка вопроса, здесь про то, что вы не можете отходить со днях, это делает вас уязвимой. Но уязвимой вас это делает в контексте зависимости. То есть, грубо говоря, вы зависимы от своего мужа. Он об этом знает, что вы от него зависимы. И он, таким образом, зная, что вы все равно будете к нему подходить, зная, что вы все равно будете пытаться наладить контакт, он чувствует свою власть и использует это. К сожалению. Не потому что он плохой. Не поэтому. Он не плохой. Все дело здесь в том, что когда-то, в определенный момент, вы показали ему, что так можно. Вы сказали ему, что готовы идти на контакт с ним. И он увидел, что, а, ну если так можно, то почему бы, если так можно? Почему бы меня тогда этим не пользоваться? Зачем мне тогда искать, образно говоря, проблему в себе, если вы всегда сможете эту проблему взять на себя, потому что вам, ну, вам тяжело находиться одной. И сами сможете все взять в свои руки. То есть вы облегчили таким образом своему мужу жизнь. Сами того не желая. И поставили его в очень выгодное положение. Скорее всего, ваш муж изначально уже склонен был к тому, чтобы обижаться и молчать. Потому что это, ну, вообще-то говоря, это, ну, вообще говоря, вообще говоря, то, что ваш муж делает, то, как он, ну, вот, себя ведет. Это позиция манипулятивная. То есть это, условно говоря, такое вот поведение, при котором, ну, человек манипулирует. То есть пытается вызвать чувство вины, в данном случае, вот, вызывается чувство вины, вот, тем, что молчит. Вызывается ощущение, там, тревоги, вызывается ощущение давления, давления, вот, ну и так далее. То есть, как бы, ситуация, вот, в принципе, такая, такого плана, вот. И, конечно, это не есть хорошо. Но это ваш выбор, вы выбрали такого мужчины. Я уверен, что, если спросить вас, я уверен, вы сможете заметить, вспомнить вещи, которые, ну, как бы так сказать, вот, которые, прямо или косвенно подтверждают то, что ваш муж склонен к такой модели поведения. Я имею ввиду, к модели поведения обижаться, к модели поведения манипулировать и так далее. Это, вот, такая, такая, такой тип, такой тип поведения у человека есть, который называется анальный, вот это анальный тип, когда человек держит многое в себе, вот, и, соответственно, там, манипулирует чувством вину другого, а сам при этом свои эмоции, свои чувства не выражает, вот, ну, как бы, да, там, условно говоря, за ненадобность, да, ну, как он думает, за ненадобность. Вот, да, на самом деле, там, понятно, что человек в этом нуждается и понятно, что, ну, на самом деле, вот, такое, такое желание и такая потребность, она на самом деле, на самом деле, в деле, ну, присутствует. Вот, вот, у человека, ну, он это держит, держит в себе, вот, и это довольно-таки показательно здесь, вот, понимаете, что я имею ввиду? Следующий момент, о котором мне хочется сказать. Вы говорите о том, что человек вы такой, что вам плохо одной. Ну, то есть, вы говорите, что, вот, у меня плохо одной, что мне, что я не могу, не могу быть одна, вот, что, что мне нужно делать вместе, там, с кем-то. Вот. И это, в какой-то степень вопрос. Про вашу самодостаточность. То есть, условно говоря, вы, скорее всего, не можете находиться наедине с собой. То есть, вам тяжело, вам трудно находиться наедине с собой. Вам невозможно. Вам, ну, вот, что называется, разрывает тревогу. От того, что вы, значит, ну, от того, что вы одна. И я думаю, что одна из основных задач наших задач, ну, допустим, там, условно говоря, моей задачи, как вот, ну, как... психотерапевта, да, заключается в том, чтобы помочь вам, чтобы научить вас быть самодостаточным. Понимаете? Какая штука? Мне кажется, это одна из главных задач. Как мне кажется. Конечно, тут могут быть варианты, и я понимаю, что их, ну, их может быть достаточно много, вот этих вариантов. Но наша задача, на мой взгляд, заключается именно в этом. Чтобы вы смогли научиться не зависеть от... от мужчины, скажем так. Чтобы вы могли не зависеть от человека, рядом с вами, скажем так. Пока что вы этого не можете. Если ваш запрос будет такой, чтобы стать, условно говоря, более самодостаточной, то мы вам с радостью поможем, если у вас вот такой запрос будет, вот, с огромным удовольствием, вам поможем, мы. Но, если вы хотите, например, там, я не знаю, допустим, поменять своего мужа, например, если вы хотите, если вы думаете, что у вас вот как-то получится его поменять и так далее, да, без ваших собственных, скажем, усилий, вот, то здесь я должен вас разочаровать, потому что это невозможно, это нереально. Человек не поменяется сам до тех пор, пока не поменяетесь. Такова система, которая, условно говоря, взаимодействует люди. И вам с этой системой, ну, приходится считаться. Вот. Просто потому что это реальность. Это реальность, в которой мы живем. Вот. Понимается, да, что я имею в виду? Как только ваш муж увидит. Как только ваш муж, ну, поймет, что вы в нем больше так вот не нуждаетесь. Как только ваш муж увидит и поймет, что вы больше не подходите к нему, он сам начнет делать вам шаги. Он сам начнет, условно говоря, к вам лезть. Он сам начнет, ааа, предполагать какие-то действия. Потому что, так же как и вы, он, скорее всего, не может быть один. Просто, вы приучили его, его, ну, вот, вы приучили к собственной активности. Вы, ну, показали ему, ааа, вы показали ему, ааа, как бы слушать, что он начал себя вести. Я хотел бы сказать, что вам будет легко. Я хотел бы сказать, что вам будет легко. Но это была бы неправда, если бы я так сказал, если бы я сказал, что вам будет легко, я бы соврал. Поэтому не желаю вам, брат, желаю быть с вами максимально честным, желаю быть с вами открытым, я говорю так, как есть. Я говорю, что вам не будет легко, вам будет сложно. Ну, потому что вы не привыкли, потому что у вас есть вот эта позиция, ну, ваша позиция, что вы такой человек, что вы не можете ничего делать одна, хотя, конечно, это не совсем. Так это приобретено у вас, вам просто не комфортно с самой собой. Вот. Ну, я думаю, что ситуация решается, я думаю, что ситуация решаема, Вот. Главное, чтобы у вас было такое желание, главное, чтобы у вас было желание меняться. У вас было желание искать гармонию внутри себя. Чтобы у вас было желание искать гармонию с самой собой. Вот. И тогда, я думаю, у вас всё будет более-менее в порядке. Ну, только, только вот, в таком, я бы сказал, контексте, только вот через, ну, через такой аспект, только через, вот, в такой момент, по-другому-то, на мой взгляд, по-другому, как бы, ну, не получится здесь. Вот. Поэтому, ээээ, перебирать варианты, перебирать варианты того, как вам с вашим мужем себя вести, мне кажется, не лучшая идея. Гораздо лучше, на мой взгляд, ээээ, ну, в какой-то степени, отказаться, может быть, от идеи зависимости от человека, отказаться от идеи нуждаемости в человеке, вот, которую вы сейчас, можно сказать, продвигаете, вот, и, соответственно, наверное, стать более самодостаточной. Вот, я думаю, примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы считаете. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы извлечите для себя что-то новое благодаря моему ответу. Я желаю вам всего самого доброго удачи и надеюсь, что обратный свет, который у вас появится в результате прослушивания моего ответа позволит вам начать психотерапию. Субтитры сделал DimaTorzok